В студии Евгений Белоусов и известный хоккейный менеджер Леонид Василь. Здравствуйте, Леонид Владимирович. Добрый день. И мне коллеги подсказали, что вы даже попросили перенести свой приезд, чтобы спокойно посмотреть дома матч Урагуая с Россией. Нужно подождать еще? А, я? Да, это да. То есть в спокойной домашней обстановке? Нет, ну вчера я подумал, что можно не успеть там пробки. Ну, в принципе, вся Москва гудела. Я лично наблюдал за матчем на Никольской улице. Все зрители и болельщики облепили буквально заведение. Из каждого угла доносились отзывы к матчу. Там буквально работники и милиционеры все с телефона смотрели. Ну да, вся страна, конечно. Понятно, такое событие. Как вам игра? Ну, я скажу, там слишком много факторов против нас было в этой игре. К положительным моментам я бы отметил то, что ребята бились и до конца, и в десятером. Ну, это вызывает уважение, конечно. А так, вот, скажем, там несколько ведущих игроков по разным причинам не играли, да? И я вот так подумал, вот когда в хоккее тренер собирается ставить второго вратаря на игру, это всегда у тренеров вызывает опасение, не окажет ли это влияние такое на игроков, что они подумают, что раз второго вратаря ставят, значит, игра второстепенная. То же самое здесь. Это все равно немножко расслабляет, когда вот всех ведущих нет. Он, Черчесов, все правильно сделал, и там понятно, что на карточках там были ребята, и все, там и травмы, там это все ясно. Но вот эти вот факторы, и... Ну, стоял первый вратарь, но тем не менее, вот мы видели, что произошло на 21-й минуте. Нет, здесь-то да, но вот это вот, я считаю, ключевой момент в игре, это удаление Смольникова. Но я так думаю, все-таки это от недостатка опыта. Человек уже на желтой карточке висит. Слушайте, но он провалил еще евро. Ну, меня удивило. Человек, конечно, это он... Ну, грубо говоря, он там не дал шансов. Вот. А то, что они бились там, и все. И еще вот этот момент меня удивил, конечно, со штрафным. Ну, вроде бы Акинфеев с Игнашевичем в одном клубе играют, и не смогли там разобраться с этой стенкой. Игнашевич взял этих, отодвинул, а они туда же пробили. Ну, как-то вот... Ну, а второй гол, конечно, несчастный случай. Ну, и плюс вот это вот удаление, оно, конечно, на колени поставило. Ну, ребята бились вообще молодцы. И вот это вызывает уважение. Ну, тем не менее, в социальных сетях, например, реакция была такова, что... Ну, то есть, сборная России, наконец-то мы тебя узнали. То есть, имеется в виду, что первые два матча с Саудовской Аравией и Египтом, это были... Ну, это было что-то не наше. Какая-то не наша сборная была, а теперь вот серьезный соперник, и вот снова то, что было в товарищеских матчах. Шуток всяких много, конечно, в интернете, там все это весело. Просто я по поводу этой сборной думаю следующее, что понятно, что там практически нет звезд мирового уровня. Есть хорошие игроки, безусловно, но звездных нет. И эта команда может на что-то рассчитывать только при полной самоотдаче, когда они будут играть друг за другом, биться, там, умирать на этом поле. Что, в общем-то, они и показывают, почему они и выиграли. Они же не просто так выиграли. Вот. Поэтому, если они будут играть так же вот в такую командную игру, вот, биться там в каждом эпизоде, выгрызать, то не исключено, что будет результат. Потому что все вот эти команды, ну, скажем, в хоккее, там, в свое время МВД, вот сейчас Вегас, они за счет чего там добились результата? Не за счет того, что у них какие-то звездные игроки были. Характер, сплоченность, командная игра. Да. С другой стороны, вот вчерашняя игра, конечно, там, ну, вот индивидуальное мастерство вот этих отдельных игроков, там, ну, это Суарес, там, Штрафнович, надо так попасть еще. Вот. Каваня, да. Да. Поэтому, безусловно, без лидеров таких играть тяжело, но если вот звезды правильно встанут, и все будут биться, и умирать там на поле, то можно добиться серьезного результата. Я хотел бы напомнить нашим зрителям, что они могут задать, задавать свои вопросы по телефону, который указан в правом нижнем углу экрана. Сейчас я хотел бы еще поговорить об Александре Головине, который родился в 12 километрах от деревни Кирилла Капризова, насколько я знаю. Вот, в принципе, что о нем вы думаете, и из него, как звезда мирового масштаба, не вырастет? Я вот, я вот все время, ну, я не могу сказать, что я так прям погружен в тему, да, но я вот все время думаю, почему вот у нас звезд таких вот мирового класса нет, да, и вот я тут посмотрел на раздетого Рональда, ну, понятно, что он там игрок, но он же физически настолько готов, что я думаю, что Головин, безусловно, очень талантливый игрок, но... Подкачаться нужно, что ли? Ну да, вот, не то, что подкачаться, я думаю, тут такое природное здоровье, вот хватит ли ему для того, чтобы вот действительно на том уровне вот играть, я имею в виду на уровне этих звезд европейских. Я вот так вспоминаю в свое время, вот Титов, например, в Спартаке играл, да, ну, он просто, мне очень нравилось там все, и я так думаю, ну, почему Титов вот там в Европу не едет, там, туда-сюда? Ну, у Егора Ильича, если игра идет, то она идет и у всей команды идет. А я вот подумал, что если бы у него физика была, как у папы Черышева, например, то он бы играл бы там. Просто у нас либо вот как Черышев он бежит, либо как Титов он такой техничный. У нас нет таких игроков, вот как Рональда, которые и физически на звездном уровне, и тактически, и технически на звездном уровне. Поэтому, вот что касается Головина, он мне очень нравится, безусловно, но у меня вот некоторые сомнения в его таком звездном будущем, потому что может быть лимитировано вот этой физической готовности. Потому что в плане ментального, то есть и психологии, там примерно то же самое, что и у Кирилла Капризова. То есть все в порядке и всякие успехи, дифирамбы в его адрес, они не вызывают у того же Саши Головина никаких, никакой неправильной реакции. Ну, Головина я не знаю. А что касается Капризова, он вообще такой весь правильный. Как этот Баталов сказал, как этот... Москва слезам не верит, он говорит, у меня практически нет недостатков. Ну, вот Капризов он такой персонаж, я не знаю, дай бог, чтобы он в таком же плане развивался. Ну, Головина просто не знаю, ничего сказать не могу, но играет он хорошо, конечно. По большому счету сейчас уже можно говорить, что через несколько дней у нас повторение баталий десятилетней давности с испанцами будут. Какие у вас мысли насчет этого? А вот у меня такие мысли есть. Если вот будут пластаться, убиваться, если все эти выйдут, там, Головин, Жирков, там, и так далее. И я всегда говорю, чтобы что-то выиграть, вот это может парадоксально, но надо, чтобы звезды встали, правильно. Ну, вот надо. Вот как наши забили там первый гол этим Египту, там, с десяти рикошетов, там, да? Как нашим забили второй гол? Ну, это же так же специально не сделаешь, это же где-то наверху. Но правильно я где-то прочитал, что вот чтобы эти звезды встали правильно, нужно самому, ну, максимальное усилие предпринимать. Поэтому еще раз повторюсь, если они будут вот так пластаться, убиваться в каждом эпизоде, все равно та же Испания, понятно, что это чемпионат мира, но они выходят, они под спудную понимание. Вы видели вчера вечерние матчи Испании? Нет, не видел. Но я просто думаю, что испанцы, они все равно выйдут против России, там, на подсознательном уровне, они понимают, что они сильнее, у них игроки звездные, там, команда дороже и так далее. А целые лужники будут против? Ну, говорю, опять же, надо, чтобы звезды встали правильно. Нет ничего невозможного, и испанцев можно обыграть, ну, надо, чтобы удача повернулась. Станислава Черчесова, так, наверное, пропутешествовал, так, с низов до верхов, и сейчас тоже его авторитет немножечко, ну, постматч, матч с Уругваем, так, спустил, может быть, чуть-чуть, популярность его. Ну, любимая его манера, это не должно быть неправильных слов и выражений, то есть не товарищеский матч, а контрольный, и у нас не бывает ошибок, у нас бывают только вопросы, соответственно, и другие слова, которых не должно быть даже на пресс-конференциях. Вот как вы думаете, вот эти вот моменты символизма, как они проявятся? Вы знаете, я его понимаю, потому что вот очень режет слух, там, когда говорят, например, тренеров, меня аж передергивает вообще, ну, каких тренеров, ну, ребята, ну, ладно, вы английский не знаете, ну, русский-то надо выучить, я понимаю, там сленг существует, но вот эти вещи, если честно, режет слух на самом деле, поэтому вот здесь я его понимаю. — Вообще, в принципе, практически все хоккейные люди следят сейчас за футболом, да и не сейчас, вам, ну, я думаю, что это и с Советского Союза начиналось, когда там летом играли в футбол, зимой в хоккей, но все-таки, вот если говорить о вас, кто больше нравится из футболистов, Роналду или Месси, вот это вот самый извечный вопрос вот именно сейчас. — Именно сейчас, конечно, Роналду, именно сейчас, но вот год 3-4 назад, я думаю, что это фигура сопоставимого уровня, я Америке-то не открою, они там через раз эти золотые мячи выигрывают, просто они немножко разного плана, но вот я так думаю, что Роналду, он просто как практически эталонный игрок, потому что вот я уже говорил, его физически готов, 32 года, он же бежит как электричка, то есть, по идее, он такой звездный человек, он мог бы там и пешком походить, да, он же несется, как вообще. Вот я думаю, что, наверное, мне они оба нравятся, но мне кажется, что если брать за эталон, то, наверное, Роналду в силу его антропометрических данных и физической готовности. — Подготовленное место. Ну, в хоккее у кого были больше шансов? Именно у Роналду? — Ну, это вот Лемье, например. Вот Грецкий и Лемье, да? Грецкий гениальный игрок был, но Лемье, если бы у него не было травм, то это вообще эталонный человек. Я вот, например, в свое время, когда скаутом работал, я так, ну, общаешься, спрашиваю, я говорю, ребят, ну кто там у вас кубок Стэнли в этом году выиграет? Ну, они обычно говорят, что там любой может, там, ну, на самом деле так, да? И один раз я там спасил одного специалиста. — Это еще в эпоху до жесткого потолка зарплаты. — Да, да, да. И один один подумал, говорит, ты знаешь, Леонид, вот у Лемье, у него там травма, спина. Если Лемье будет в порядке, то Питтсбург. То есть вот прямо вот так. Поэтому это практически, Ягр, это практически идеальный эталонный игрок. Когда он, ну, не в 45, конечно, хотя он в 45 здорово играл, я имею в виду в Рассвете. — А вы в последний год-то его не хотели пригласить в Салават? — Последний, это когда Омск его пригласил? — Ну, нет. — Не, я скажу так, во время локаута 2005 года, когда я в Тольятти был, мне позвонил его агент, искал, вот такая сумма, и он завтра подписывает контракт с вами. Ну, я, честно говоря, посчитал, что она какая-то астрономическая, и, в принципе, я руководству доложил, они тоже самое сказали. Ну, вот он поехал в Омск. Я не знаю, за какие деньги, там, может, он за другие, там, я сейчас не говорю о том, что мы такие умные, они, там, или наоборот, там. Я просто констатирую факт, что такая ситуация была. — Здорово. Ну, а вот неоднозначная ситуация на чемпионате мира была с Неймаром, например, когда он заплакал, что бы сделали, например, с ним в хоккейной раздевалке, если бы он так разрыдался? — Нет, ну, здесь-то искренние эмоции, с Овечкиным же ничего не делает, когда он в фонтане купается, это эмоции, это, как сказать, он заплакал, ну, он же заплакал не от того, что он испугался кого-то там, или что-то еще там, просто, ну, там, вот если внимательно эту игру смотреть, его же там били всю игру там, и он так, я считаю, ну, еще там, он такой у него звездный уровень, на него там все смотрят, и там игра немножко не идет, его там бьют, цепляют. — И вот они эту игру там выиграли, ну, это просто эмоции, я считаю, что это такие человеческие настоящие эмоции. — То есть, в принципе, так же мог себя и Месси повести, учитывая, что у него совсем ничего не получается сейчас, и они нужны волоски. — Ну, вот в данном случае, когда Неймар заплакал, это нормально, вот когда они там падают и корчатся, а потом повтор, ну, просто противно смотреть. — Какие мысли у вас возникают? — Просто вот противно смотреть. Я вот этот клип же сейчас все там рассылают друг другу, когда Овечкину попадает шайба в лицо. Он там моргнул и стоит дальше, а эти там, ну, дотрагиваются до него, там, ну, я понимаю, там по ногам бьют больно, там. Ну, когда просто дотрагиваются, они там хватаются в истериках, конвульсиях, бьются. Мне кажется, вот в хоккее вот очень сильно сейчас эта борьба с симуляцией, да, с моей точки зрения даже перебарщивают. Но я думаю, что в футболе бы надо обратить на это внимание, ну, просто некрасиво. Если мы говорим, что это, там, ну, воспитание, там, подрастающего поколения, там, пример, там, и так далее. Ну, куда? Ну, смотришь, там, корчатся, до него дотронулись, там, он корчатся, падает. Ну, что это такое? — Ну, сейчас... Я такой пример приведу сейчас. Я в свое время, когда работал в Торонто, мы задрафтовали Колю Антропова, ну, 80-го года играл в Казахстане, да, и он играл тогда в Динамо. И мы сидим на трибунах, там, скауты сидят, ну, и он все падает. Они мне говорят, Леонид, что он все падает? Я говорю, я не знаю, я его знаю. Ну, закончилась игра, я там подошел, я говорю, Коль, а что ты падаешь-то? Он говорит, ну, как, я хочу, чтобы две минуты, там, заработать, там, что-то далее. Я им говорю, ну, вот такая ситуация. Они говорят, Леонид, игрок, такой игрок, как Антропов, он вообще не должен падать никогда, потому что он не должен даже показать сопернику, что его можно свалить. То есть, вот, для них... — Слабяной сразу. — Да, то есть, для них вот высший пилотаж, это как вот Каменский, там, например, вот он получал, ну, в расцвете, да, он получал там с краю шайбу, нарезал в центр, на нем двое висели, а он все равно вылезал на пятак, там, и с мясом, там. Вот это для них... Почему Каменский играл, там, на таком высоком уровне? Потому что вот это для них эталон. А когда вот эти вот падения, ну... Другой вопрос, я сейчас, опять же, повторюсь, сейчас в хоккее перебарщивают, потому что некоторые судьи, они просто, ну, я так смотрю на них, думаю, парень, вот тебе бы в эту ситуацию, ты бы, наверное, там, не то, что там один кульбит, ты бы 10, наверное, сделал бы, там, есть моменты, когда, на самом деле, там, нарушения, они все эти обоюдные рыбки эти свистят. Надо же тоже там разбираться в этих эпизодах. Но вот эти вещи, которые в футболе, они просто очень некрасивы, мне прям... Ну, как вы понимаете, да, как судейские, все эти модные тенденции, да, так и в футболе, и в хоккее, они определяются на конвенциях, да, и определяются в одном случае и ХФ, в другой — ФИФА. Такие же, в принципе, тенденции есть и в футболе, как, собственно, сейчас очень много карточек начали показывать, особенно во вчерашних матчах. Плюс добавляют очень много времени, и самое главное — это ВАР, введение видеоповторов, которые, ну, несколько перевернули всю эту тенденцию. Одни высказываются за, другие — против. Хотели бы вашего мнения узнать, как бывшего орбита. — По поводу видео и повторов? — Да, именно в футболе. — Я за. Потому что я считаю, я за справедливость, в принципе. Они позволяют более справедливые решения принимать, потому что судья, он живой человек и может ошибиться. Я про тенденции хочу сказать. Я не помню, на каком-то чемпионате мира там, я судил еще. Мы приехали, а там как вот, не знаю, как сейчас, вот раньше было так, главных судей собирали на день раньше. Лайтсмены приезжали на следующий. — И они доводили. — Да, и они говорят, эй, ребята, вы знаете, вот у нас там статистика есть, и мы посмотрели очень много, допустим, там ударов в голову, там, обратите внимание, или там задержек, или там что-то такое. И вот это самое. И вот нас там собрали, а у меня был четвертый чемпионат мира уже. Нас там собрали и говорят, так, ребята, надо бороться с грубостью, надо вообще вот чуть что сразу удалять там всех, там вообще. Ну, короче, всем сказали, все. А там швед один был, он, Томас Андерсон, у него первый чемпионат мира был. Он вышел, а наши играют с немцами. Он как стал гнать там. Там наши вот так вот не понимают, немцы очумели, там обалдели, там любое столкновение, это все. А я что-то первый день не сужу, второй день, ну там же, как сказать, расписание. Этот отсудил одну игру, его посадили, вообще больше не ставят. Короче, третий день, мне назначают какую-то там игру, я не помню. Ну, еду на игру с этим, Боб Найден там, его, кстати, недавно в Зал Славы ввели, Торон, ЕХФ. Еду с ним, он такой, Леонид, ну что, как там дела? Я говорю, да нормально. Он говорит, о, хорошо, что ты по-английски, я говорю, ну да. Ты знаешь, что, ты вот сейчас едешь на игру-то? Я говорю, ну, ты не удаляй. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну так, знаешь, если уж совсем крэйзи, там, ну, голову оторвут, там, что-нибудь еще. А так не надо, пусть там все сами. Супервайзером тогда? Да. Я так говорю, Боб, понял. То есть я вышел, тут смысл в чем? Рекомендации это рекомендациями, но нужно еще так немножко самому, то есть... Слепо им следовать-то не стоит. Да, ну вот сказали, что там, условно, там, за рыбки надо внимательно. Но это же не значит, что нужно каждое столкновение говорить, что это рыбка. Это значит, что просто нужно обратить внимание на этот аспект. Вот, а что касается, возвращаясь к видеоповтору, я за. Я считаю, что когда такие огромные деньги накануне, там, 100 миллионов, там, евро, трансфер, и ставить на кон из-за ошибки, может быть, даже хорошего судьи, это же бывает позиция. Это вот, вот иногда говорят, вот это судья, он там не видит, там. Ведь смысл в чем? Вот мы сейчас сидим, смотрим друг на друга, я тебя вижу очень хорошо, да? И вдруг, вот кто-то проезжает у меня вот здесь прямо, ну я про хоккей, прямо вот здесь проезжает перед глазами, в это время тебя бьют, и вот так вот происходит это вот так вот все. И дальше проехали, ты опять стоишь, а тебя уже ударили. А я ничего не было же, я же вот я смотрю на тебя, вот ты, вот я. Последствия перед глазами, да? Да, и говорят, как так, весь стадион там, ну, видит, а вот этот, мол, такой болван не видит. Потому что бывают такие ситуации, на самом деле, я это понимаю прекрасно. Вот, и вот эти вот видеоповторы, я считаю, что, ну, пенальти, что такое пенальти при счете 0-0? Это же результат, это же надо, я считаю, что это хорошая вещь. При этом некоторые судьи, в принципе, до сих пор доверяют больше своим глазам. Вот, например, поляк не назначил пенальти, даже не стал смотреть матчи сначала Аргентины с Исландией, потом еще один матч, он эту историю... Я скажу, я на эту тему скажу, я когда вот начинал судить, у нас там была такая ситуация, как там, ну, видеогол? Нет, я имею в виду, там были, какой видеогол там? Там были, там, ну, Карандин, Тамбровский, там, и дальше, это категория, там, Захаров, там, еще человек, там, я не знаю, там, 4. И больше не было никого. И мне просто повезло, что я родился, там, не в 55-м, а в 60-м. Если в 55-м, у меня никаких шансов бы не было туда попасть, потому что это... А там получился такой разрыв какой-то, и вот мы там, наш возраст подошел. И вот мы сидим на сборах, там, мы говорим, что-то, вот какие-то там, ну, инструкции ИХАФЭ, там, что нужно вот в этой ситуации делать вот так. А там один, ну, не буду фамилию называть, там, известный судья, там, он уже такой заканчивал. Он такой, да что это за ерунда, я не буду это делать, никогда не делал и не буду. А я проводил сборы, я там, я говорю, как, ну, это же рекомендации ИХАФЭ. Да мне плевать там на ваши рекомендации. Поэтому, я хочу сказать, возможно, это какой-то человек старой формации, но я думаю, что если вот у него такая философия, то это последний его чемпионат мира. Ну, обычно, я так понимаю, что и в хоккее, и в футболе именно так поступают с такими людьми, которые не готовы идти, в общем-то, в среду. У нас еще другие ситуации, вот, ну, сейчас, понятно, все знают английский. Раньше, ну, я не знаю, мы там с Костиком Исаровым два человека в стране были, то есть судьи знал язык. Ну, в итоге вы стали успешным хоккейным менеджером, а Константин сейчас в ИХАФЭ. Да, но я о чем хочу сказать-то, что у нас был один судья, очень сильный, там, ну, в топ-5 входил, и он поехал на чемпионат мира. А там объясняют, как судить, а он просто элементарно не понимает, о чем идет речь. Он судит, как он там обычно, хорошо судит, но не следует этим рекомендациям. Ему еще раз говорят, слушай, вот надо так. Ну, он там делает вид, что он понимает, и опять, и все, он больше не судил. И он приехал, говорит, вот, нас там душат, там, 5-е, 10-е. Я так думаю, ну, как, тебе же сказали, ты же... Тут такая история, поэтому это не так все просто. Да, ну, на самом деле, на нынешнем чемпионате работают, по-моему... Сегодня, кстати, Карасев, в своем первую игру, да? Да, да, первую игру, вот, тоже его задвинули, как и вас в свое время на третью поставили, тогда, вот, как вы упоминали. А еще Рафша Норманов из Узбекистана, он судил, как раз... Предыдущий чемпионат мира, который сыграл. Да, да, очень. Ну, он какой-то вообще зверь, я его послушал, он такой... Ну, у меня сложилось впечатление, что очень высокий уровень интеллекта. Такой он, там, что-то несколько языков, там... Молодец парень. А кто умнее все-таки, футбольный или хоккейный судья, как вы считаете? Да не, ну, это, знаешь, это кто больше нравится, блондинки или брюнетки, там. Это от человека зависит, а не... Я скажу так, вот, что... Вот, например, у нас был один судья, я в свое время просто диссертацию писал, и поэтому делал обследование. И у нас там был один судья, ну, скажем так, вот, с точки зрения умней, там, ну, не хочется никого, это самое, обижать. Ну, там, вот, прямо внизу все тесты. Но у него такое понимание игры было. И он это делал, как сказать... Мне кажется, он сам не понимал, почему он делал, но делал правильно. Если бы у него еще был высокий уровень интеллекта, то нас бы вообще близко никого не было. Поэтому тут надо все, тут надо... Если говорим о хоккейном судье, то понятно, что очень важно это катание, это, безусловно, без этого нельзя. Не знаю, в футболе-то, наверное, можно там как-то так это... А в хоккее-то как, если ты кататься не умеешь? А кроме того, там понимание вот этой игры, ну и, конечно, там уровень интеллекта и так далее. Это все очень важно. Ну и хотел бы с футболом и так более-менее... Разобрались. Да, 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 закончили, наверное. Может быть, еще вернемся. Все-таки хоккей сейчас к работе так вас тянет? Уже вы, наверное, отдохнули? Я, да, конечно. Открыли предложение. Ну, я надеюсь, что после эфира у вас тут несколько неотвеченных остается. Ну, вашими молитвами. В принципе, в Уфе остался работать ваш бывший помощник. Сейчас как-то с ним связываетесь, да, или есть какая-то коммуникация? И вообще, что думаете, если это корректно, о комплектации Салавата? Ну, не могу сказать, что каждый день, но общаемся, конечно. Просто чисто там, человеческие отношения. Что касается комплектации, мне нравится. Мне нравится, что они делают. Но, честно скажу, я очень удивлюсь, если они добьются хорошего результата. Дело там не в комплектации. Из-за тренера, что ли? Не-не, тренер хороший. И просто, чтобы добиться результата, надо, чтобы все были объединены вот этой идеей. То есть именно команда? Вообще все. Начиная от уборщицы и кончая там первыми лицами. У меня такое впечатление, что там такого нет. А в том году, четвертый, по-моему, сезон был в КХЛ, когда Быков и Захаркин, они эту идею именно принесли и все болели? Вот когда они выиграли с Уфой, я помню, там, у меня интервью брали и спросили, вот то, что Уфа стала чемпионом, это сенсация. Я говорю, сенсация была бы, если бы они не стали чемпионом. Ну, там, конечно, такой был. Ну, просто такой, это все, что вот сейчас СКА, там, ЦСКА, там, состав. Вот почему там НХЛ? Потому что там, вот завтра выиграет, например, Каролина, и никто не удивится сильно. А у нас вот при всем уважении, там, например, Нижнекамф завтра выиграет. Ну, как, может он выиграть? Что-то я сомневаюсь. Хотя я с огромным уважением отношусь там. Ну, то есть, существуют какие-то факторы, которые лимитируют. Вы сказали, что, ну, добрые какие-то, видимо, у вас добрые отношения к Цулыгину. И есть у вас понимание, что готовы, да? Я скажу так. В моем понимании, идеальный вариант был бы, если Бестерлунт остался еще на сезон, и Цулыгин еще год с ним отработал. У меня единственное, некоторые сомнения, что чуть-чуть вот опыта маловато. Но я, это моя идея была, приглашение Цулыгина туда, и я так и думал. Я так и хотел, чтобы Бестерлунт... То есть, своего рода Воробьев. Да, да, поднатаскать его, чтобы он это... Но, может быть, может быть, вот единственное, что чуть-чуть рановато. Но я очень хорошо к Николаю отношусь, и я считаю, что он такой вдумчивый тренер, и я только желаю ему успеха. Ну, его пригласили в штаб Виталия Ячменева, но не хватает, мне кажется. Ну, остался Вадим Тарасов, Фины. А тренера по защитникам, вот на первый взгляд, не хватает, да? Тут ситуация такая, вот при формировании тренерской бригады, я всегда говорю так. Вот раньше, знаете, было принято, вот там второй тренер, третий тренер, там берут человека, который лишь бы не подсидел, и который хороший там товарищ, друг, вот они там, ну вот он чай в тренерский разливает. С друзьями работать, конечно, очень хорошо, это на самом деле для всякого там сарказма. Но я всегда вот говорю, понятно, что главный тренер, это человек, который, ну, он несет основную ответственность за формирование своей бригады тренерской. Но я всегда как говорю, вот мы там с Емельным, например, долго работали, да? И мы когда с ним обсуждали, вот там помощников, например, да? Вот он говорит, вот этого там, я говорю, Толь, ну я говорю, не возражаю. Но зачем тебе второй Емелин? Нужен вот эта вот бригада, это должны быть люди, которые не повторяют главного тренера, а которые могут внести что-то новое, то, что ты не умеешь. Чтобы не боялись делиться своим мнением, да, и были бы какие-то другие варианты. Она должна, бригада, усиливать этого главного тренера, а не повторять его. Это как вот три игрока, я вот всегда как говорю, когда вот три игрока в тройке играют сильнее, чем уровень этих игроков, значит, это правильная тройка. Если они играют слабей, ну как там, условно, Малкин, Овечкин, там в одном тройке, где там, в Сочи, там, они сыграли хуже своего уровня, да? Вот, то значит, она неправильно создана, эта тройка. То же самое с тренерской бригадой. Эта тренерская бригада должна, эти вот тренеры, ассистенты, они должны усиливать главного тренера. Может быть, им не нужен тренер по защитникам, в силу того, что Цулагин сам защитник был, там, допустим. Я не знаю уже, как бы я далек от их мыслей, чего они там делают. Но, что касается Цулагина, повторюсь, я ему всячески желаю успехов, и мне, ну, я был бы очень рад, если бы у него получилось. — Сезон провел Михаил Воробьев, ВХЛ. Вот, недавно, ну, читали вы, наверняка, о том, что он сказал по поводу Салавата, о том, что совершенно не жалеет, да? И вот можете рассказать об этой ситуации? Вот эта ситуация такая с Воробьевым, вот у него такая фраза была в интервью, что если бы даже мне предложили миллионы в Салавате, то я бы не остался, да? Я, в принципе, так и предполагал, что он просто собрался в инхейл, и нет смысла там… Я вообще против, когда вот так вот удерживают любой ценой вот этих молодых ребят, потому что смысл какой? Если у него там прямо фокус, что надо ехать в инхейл, то надо ехать, уже бесполезно удерживать. Лично мне не понравилось только одно. Вот если бы он пришел ко мне в Робьев и сказал, Леонид Владимирович, спасибо за сотрудничество, я еду в инхейл, хочу себя попробовать, я бы даже вообще не стал бы его не уговаривать, ничего. Я бы ему просто сказал, Миша, желаю успехов и все. И я сейчас действительно желаю ему успехов, чтобы у него все было хорошо. Но вот он, например, такую фразу сказал в интервью, что агент мне сказал, что надо ехать. Но я знаю, что это не так, потому что, ну, мягко говоря, от того, что он уехал, агент не получает никаких дивидендов, хотя бы вот в этом отношении. Вот. Правильно он сделал или неправильно? Но покажет время, да. Да, я не знаю. Я думаю, что этот год ему нужно было бы отыграть в Уфе. Он бы действительно, у него было бы реальное место в составе. Все. Миша считает, что он с пользой провел этот год в АХЛ. И, ну, если все сложится у него, я буду очень рад. То есть никаких вообще обид, претензий. Просто ситуация простая, я еще раз говорю. Ну, это мы как, типа, вот, диалог слепого с глухим. Ну, ты приди, скажи, слушайте, ребят, все здорово, спасибо, там, клуб мой воспитали меня, я в АХЛ. Все, вопросов нет, давай. Я никогда не уговариваю и не заставляю игроков остаться. Ну, если нет мотивации, то зачем? Я просто, вот, как сказать, пытаюсь картину вот эту вот разложить. Я говорю, вот у меня была ситуация, там, один игрок у меня уезжал в АХЛ, там, я ему говорю, ты делаешь ошибку. Он говорит, почему? Я говорю, потому что у тебя будет двухсторонний контракт, ты защитник, а в этом клубе семь защитников с односторонним контрактом, у тебя нету шансов. Не потому что ты плохой игрок, а просто нету шансов. Вот нападающий, да, я вспоминаю, мы когда Борщевского в свое время драфтовали, да, он приехал туда, там, звезда Гилмор в Торонто. Начинаются выставочные матчи. Гилмор, гол, передача, Борщевский, два гола, две передачи. Гилмор, передача, Борщевский, два гола. Там, предсезонка, он лучший бомбардир, сезон, он лучший бомбардир, все, нападающий он может. А что может сделать защитник? Ну, сейчас, конечно, есть дополнительные показатели, да, но пред, пред всем пред. Вот сидит человек, у которого, там, 3 миллиона долларов односторонний контракт, а у тебя, там, двухсторонний, у менеджера, это ты должен быть каким-нибудь полом кофе, там, даути, там, я не знаю, с Убаном, но такого не бывает. Ну, может, Богданом Киселевичем? Очень нет. Богдан, он, тувэй, он двухсторонний. Ну, по-моему, он, этот, контракт-то односторонний подписал? Киселевич, сколько я понимаю. Киселевич, это другая история, он взрослый игрок уже, они, наверное, понимают, на какие позиции они его берут. Плюс во Флориде есть там пространство. Да, тут надо смотреть на конкретную ситуацию, поэтому, я еще раз говорю, если игрок прям так сфокусирован, что надо ехать, я вот такой пример приведу, кстати. Вот Саша Семин, в свое время он, я все время рассказываю, он очень с большим уважением к Петру Ильичу Воробьеву, всегда относился и думаю, что сейчас, да. И он прям вот, что Воробьев говорил, то он и делал. И Вашингтон предлагает ему контракт. Воробьев говорит, Саша, тебе рано еще ехать. Он говорит, а, ну все, хорошо. То есть там даже никаких не обсуждений, ничего, все, я не еду. Я говорю, Ильич, я говорю, ты понимаешь, что на следующий год ему могут предложить точно такой же контракт, лучше не предложат, потому что это максимальный. Я говорю, и ты понимаешь, что, не дай бог, травм у него. А когда тоже до возраста определенного. Да, я говорю, не понимаешь, что травмы, мы парня лишим, я говорю, ты тоже, ну ты можешь себе, ты вообще возьмешь на себя ответственность такую? Ну мы что-то с ним подумали, он говорит, да, пусть едет. Ну и все, и Сашка уезжает. А на следующий год локаут. Ну и там, кто приедет, кто не приедет. Семин звонит, говорит, так, тренировка во сколько? Он даже не спрашивает, ну, там, какие деньги, там, с кем ем, ну как обычно, там, да. Он говорит, просто во сколько тренировка, где я должен быть? Красавец. Почему? Потому что я считаю, что мы, ну, честно, по отношению к нему поступили. И, соответственно, он так же, то есть, я вот так на эти вещи смотрю. Да, ну Шопин-то остался таким простым парнем, вот, который и в предыдущий локаут вернулся так сначала к себе в Сокол, потом в торпед доигрывал. Ну, неважно. Я хочу сказать сам факт. Я просто говорю, что если бы, например, мы там какие-то препятствия, палки в колеса вставляли там, да, Саш, давай. Удачи, все, вперед. Сейчас часто бывает, что в некоторых кадровых решениях клубы остаются, ну, несколько зависимы в связи с тем, что у нас, по сути, есть пара базовых клубов. Вот, как вы думаете, как вот к этим переходам относятся сами игроки в первую очередь? И часто ли в вашей практике такое бывало? Как правило, игроки относятся отрицательно. Вот. Другой вопрос, что, ну, надо смотреть конкретную ситуацию. Я вспоминаю, у меня была, ну, опять же, не буду фамилии называть, у меня был один игрок, там, ветеран, да, и он вроде так, ну, вроде хорошо играет, но уже не на эти деньги, все, там, как-то так. И я так, у меня хорошее отношение с ним, все. Закончился сезон, он пришел, я говорю, слушай, я говорю, ты знаешь, я говорю, вот, я очень хорошо к тебе отношусь, и я готов тебя оставить, но зарплата в два раза ниже, чем вот была, за эти деньги я тебя оставлю. Он мне говорит, да. Ну, спасибо, конечно, Леонид Владимирович, а вот эти мне предлагают команду, там, в пять раз больше. Я говорю, слушай, быстрей. Он говорит, что быстрей? Я говорю, быстрей, хватай этот контракт и подписывай. А он уже в возрасте. И подписывать быстрей просто. Он сидит, хохочет. Просто, ну, мы с ним вот разговаривали. Подписал? Подписал, да. Правда, через полгода они его, это самое, убрали, там, расторгли, ну, выплатили компенсацию, там, с деньгами все хорошо. Вот, я к чему говорю-то, что ситуации разные бывают, но, что касается, везде есть бедные и богатые клубы, это везде, там, и в футболе, там, есть, условно, Барселона и Реала, дальше никого-никого, дальше все остальные. Это и даже в НХЛ есть. Да, ну, в НХЛ потолок, он реально работает. В НХЛ потолок, в футболе же нет. Все равно есть убыточные, да, клубы, которые и есть. Я сейчас говорю о возможностях, не о прибыли, а о возможностях, вот, и это нормально, хотя существует очень много механизмов, которые могут регулировать это. И вот, я, например, считаю, ну, взять какой-нибудь клуб олигархом, как у нас сейчас называют, да, и какой-нибудь там клуб, который внизу, допустим, да, ну, при правильной работе и при правильном регламенте этот клуб, который внизу, за счет, подготовки игроков и продажи, может подтянуться к этому клубу, который наверху. Но самое страшное, это не разница в деньгах, а самое страшное, это административный ресурс, когда просто звонят и забирают. Вот, что самое страшное. Ну, и вы думаете, что сейчас, после золота в Пхенчхане, это только усилится, потому что это один из аспектов, который принес эту победу, привел к ней? Ну, начнем с того, что я думаю о том, что это ничего не изменит вообще. То есть, этот результат никак не повлияет на это. А с другой стороны, конечно, можно сказать, что вот создали базовый клуб и поэтому выиграли Олимпиаду. Но давайте реально смотреть на вещи. Мы были там в 50 минутах от неизвестно чего и что бы тогда говорили, что создали базовый клуб и за этого проиграли Олимпиаду. Ну, это все от Лукао. Нам понятно, что там просто команда была нагло выше всех, она должна была ее выиграть, и ребята молодцы. Только мои поздравления. Драфт у нас был один из самых таких урожайных для России. Четыре человека в первом раунде, четыре во втором, четыре, по-моему, в третьем даже. Как вам видится, это год такой удачный или все-таки русский фактор стал немного отходить или все вкупе? Все вместе. Потому что я думаю, вот этот период, когда вот этот русский фактор так называемый был, многих ребят не сдрафтовали, а многих сдрафтовали значительно ниже, чем они могли бы уйти. Но сейчас такая ситуация, что все равно молодые игроки, они понимают, что для роста, ну, это лучшая лига мира. Что там говорить, это понятно. При всем нашем патриотизме и всех делах, это понятно. Поэтому, ну, эти скауты, опять же, у них там были сомнения. Я скажу так, я в свое время вспоминаю, когда я работал скаутом, мне ассистент генерального звонит и говорит, слушай, а что ты думаешь по поводу того, что если мы Корешкову, ну, Евгений, дадим двухсторонний контракт, вот как ты думаешь, он вообще хороший игрок? Я говорю, он хороший игрок, только он в пять раз больше сейчас получает того, что вы ему дадите внизу. Я говорю, если вы готовы там, они говорят, а все, тема закрыта. То есть, вот, скажем, Корешков, он мог бы играть в НХЛ, ну, если мы говорим просто о хоккее. Но если мы говорим о бизнесе, то нет. Ну, такая история. Ну, сейчас со многими так, в принципе, у нас. Другое дело, что у некоторых мотивация осталась, как у Николаевича, да? Ну, со многими, я бы не сказал, что со многими, но этот фактор присутствует. Этот фактор присутствует и при прочих равных, конечно, обращают на это внимание. Ну, просто больше сейчас стало ребят, которые, тот же Миша Воробьев, он же сказал, что ни за какие миллионы не осталось бы, а поехал бы туда. Поэтому сейчас такая философия... Да, очень красивая история для западных СМИ, потому что он предпочел с перспективы в Северной Америке российские деньги, да? Очень красивая и очень хороша с точки зрения пиара в целом. С одной стороны. С другой стороны, я скажу, я вот в свое время, когда, опять же, там скаутом работал, вот мы как-то приехали в лагерь новичков, там, да, вот это, Рокки Кэмп. Там было два с половиной часа занятия теоретическое о взаимодействиях со СМИ, с прессой, вплоть до того, что когда... Это еще в те времена, да? Да, да, да. Если ты даешь интервью телекомпании, как ты должен стоять перед камерой? То есть, ну, не то, что улыбаться там или что, а ракурс. Как правильно отвечать на вопросы, как там... Потому что ни для кого не секрет, что некоторые интервью, там, могут погубить карьеру, даже человек, поэтому... Если возвращаться к Дафту, вот если по персоналям первого раунда, как в наших, привести, ну, вот, упоминали вы Каролину. Сейчас они, так, несколько обменов провели, и уже видно, что Свечников... Есть место для Свечников, там, в топ-6. Как думаете, заиграет? Видели вы его? Ну, не могу сказать, что много видел. Видел, конечно, но немного. Тут смысл в чем? По уровню таланта, безусловно. Но как он будет развиваться, никто не знает. Потому что, вот, например, Кузнецов, Кузнецов, да? Уровень его таланта был понятен еще, когда он там за мальчиков играл. Но никто не знал, как он будет развиваться, там, физическое его состояние, травм много было. Ну, Женя, конечно, молодец, потому что вот он там в плей-офф, там, с травмами, ну, просто боец там. Ну, просто вот, это вот к разговору о том, что футболисты там газону катаются, да? Вот, но было очень много не менее талантливых игроков, которые так и не заиграли. Кому-то характера не хватило, кому-то какие-то еще обстоятельства. Поэтому, возвращаясь к теме Свечникова, да, это очень талантливый игрок. И по уровню таланта он, безусловно, должен играть в топ-6. Как он будет развиваться, как сложится его карьера, никто не знает. Поэтому, дай бог ему удачи, чтобы все у него получилось. У него все для этого есть, скажем так, все предпосылки. Виталию Кравцову и Григорию Денисенко пока рано. Учитывая, что, ну, понятно, ситуации разные, но Кравцов уже показал себе за трактор, там есть место. Ну, я думаю, что и при новом тренере в... Довольно хорошее. Денисенко... Ну, Денисенко, я не знаю, какая у него там... Тут сложно сказать, что там в клубе, какая есть ситуация. Ну, вот, например, я скажу так. Если тренеры на него рассчитывают, как вот 100% игрока основного состава Локомотива на следующий год, прям вот, не как лимитчика, там, а вот как вот игрока основного... Как у нас Капризов, например, был лимитчик, но он был игрок основного состава. Вот. А он даже в ЦСКА, кстати, лимитчик еще был в ТНБ. То тогда надо оставаться играть там. Опять же, у него, по-моему, год контракта, еще надо этот год спокойно доиграть, а дальше уже принимать решения. То же самое... Ну, Кравцов, у него, по-моему, заканчивался контракт в этом году или еще был год контракта? По-моему, год еще, да. А, ну, если у него еще год контракта, то вообще не надо даже голову забивать себе. Надо спокойно этот год отыграть и дальше принимать решения. Потому что оба парня сказали на постдрафтовых интервью о том, что, в принципе, они могут постараться уладить в вопросы с контрактом уже в этом межсезоне и готовы ехать. Но, опять же, это могут быть просто слова. Вот я как-то очень... Нет, может быть, мы же не знаем, какие там договоренности, да? Но я вот очень к этому... У меня в свое время был разговор такой, вот, Андерс Хедберг такой, это, ну, я его считаю своим учителем, там, в скаутинге, там, я с ним работал 8 лет в Торонто. И что-то мы с ним разговаривали, там, вот, что, хорошо, когда длинный контракт, ну, ты понимаешь, что у тебя там жизнь как бы спланирована. А он говорит, ты знаешь, я, говорит, вообще без контракта работаю. Я говорю, как так, Андерс? А он говорит, ну, понимаешь, в чем дело? Зато я могу в любой момент уйти. Ну, если что-то другое. Я говорю, подожди, ну, я тоже могу в любой момент уйти. У меня написано, что если я хочу уйти, то я за два месяца должен руководство предупредить и могу уйти. Он, знаешь, он мне сказал? Он говорит, юридически да, но морально нет. Ты поставил подпись под контрактом, ты должен его выполнять. Ну, да, гросс ответственности-то давит, по большому счету. И вот я считаю, вот если эти, скажем, двое ребят, там, вот они подписаны, у них есть действующие контракты, да? Они должны честно их отработать. Особенно учитывая, что они воспитанники обоих клубов. Да это вообще сейчас лирика. Кто воспитанники? Кто, Кравцов воспитанник? Владивостока? По большому счету, ну, человек 6 лет-то там. Вот эта тема, она вот вообще, я когда слушаю про этих воспитанников, что такое воспитанник? Я понимаю, человек родился там в этом городе, там, ну, это еще понятно. Но когда там в 13 лет привезли всю команду, заменили, там, ни одного человека коренного из города нет. Я не про школу Челябинск, они очень здорово работают. Сейчас это громкие слова просто. Конечно, ну, тут такой вопрос, что... Это когда говорят, там, условно, я воспитал там Овечкина. Как можно воспитать Овечкина? Овечкин просто родился, тебе повезло, что ты был рядом. Вот родители могут его сказать. А? Родители могут его сказать. Не, родители-то, понятно, воспитали. Я про трейдера. Как можно воспитать Малкина, Кузнецова, Овечкина-то невозможно? Если ты такой воспитатель, что ты их десятками не воспитываешь каждый год? Ну, да, естественно. Про Восток еще хотел бы вас спросить. Вообще, как вы относитесь, например, к назначению президентом клуба владельца автосалона? Это где? Это в авангарде, например, про Максима Суперска. Да, ну, владельца автосалона, так на всякий случай. Сушинский-то он же не с 10 лет владелец автосалона, он вообще-то в хоккей играл. По большому счету, в последнее время он занимался именно этим. Ну, начнем с того, что президент, это же такая должность больше административная, чем... А вы знаете, вот есть источники у меня, которые говорят, что он ведет переговоры и активно звонит именно. И Хартли звонил он, и, соответственно, помощников его тоже. Ну, я нормально отношусь, я вообще считаю, что, опять же, я для понимания такой пример приведу, да. Я в свое время, когда в Торонто работал, они что-то мы разговаривали, и они говорят, понимаешь, вот если Леонид Вайсель плохо работает, то он не виноват. Я говорю, да. А кто виноват? Виноваты мы, что мы взяли его на работу. Я к чему говорю-то? В конечном итоге, ну, ответственность, вот я всегда считаю, что она лежит ни на главном тренере, ни на генеральном менеджере, там ни на ком, на хозяевах. Кто принял решение? Ну, сейчас я, ну, Максиму, желаю удачи, если у него все получится, значит, они все правильно приняли решение. Ну, по логике давай так вот рассуждать. Человек, ты говоришь, владелец автосалона, значит, у него есть опыт в бизнесе, так? То, что он хоккеист, выдающийся хоккеист, это тоже понятно. Ну, по логике соединили, так сказать, в одной должности такие два. У него очень два серьезных плюса, что у него есть опыт работы как бизнесмена, и он очень сильный хоккеист, у него есть знания там в хоккее. Если два этих компонента соединить, чисто теоретически, он должен быть успешным. Как это будет на практике, никто не знает. Но логика в этом есть определенная. Ну, плюс тренер Хартли. Вот что вы об этом думаете? Потому что там, где работал, он выиграл. Что насчет? Я думаю, что очень важно найти там общий язык. Я просто знаю, что это такое, и, ну, например, тот же Вестерланд, я так понимаю, что они, ну, иностранцы там, к такому давлению, там они могут, как они отреагируют на это. Потому что Хартли, в принципе, где работал, он старался даже, вот сейчас латышский учил, даже немецкий, работая в Швейцарии. То есть очень-очень открытый и ко всему новому. В этом плане, не, понятно, что нужны в любом случае, нужны идейные спутники, да, которые разложат, доведут до игроков все тонкости, по большому счету. То, что он специалист очень высокого класса, высокого уровня, это никаких сомнений вообще. Это как бы аксиома. Опять же, повторюсь, вопрос в том, насколько ему будут помогать там в клубе и насколько он сможет найти общий язык там с руководством клуба, с игроками. Это все-таки не так просто там. Особенно в Омске, да? Ничего не могу сказать, я в Омске не работал, поэтому я просто хочу сказать, что это не так просто сделать, в силу того, что он североамериканский специалист, попадает в нашу действительность и, ну, не знаю, у Кинана получилось, например, выиграл же он с магниткой. Но у многих не получилось. У многих не получилось, понятно. Их и больше получается. Еще хотелось бы о близком вам клубе, об автомобилисте поговорить. Как вы считаете, сейчас тренер Мартимьянов при нынешнем составе даст результат? Я вот скажу, там в свое время, мы еще в Новокузнецке работали, а там что-то, ну, там же часто тренеры менялись, и он был ассистентом, а потом его поставили главным. И они вообще так, просто конец сезона так здорово сыграли. Я вообще к Андрею очень хорошо, ну, отношусь и высоко оцениваю как специалиста, да? И я был уверен, что его оставят. Потому что он просто здорово конец сезона сыграл, там команда прям вот изменилась. Тем более он местный, он там все-таки такой игрок был, ну, скажем так, знаковый для Екатеринбурга. И его убрали. Я так удивился, откровенно говоря. Вот. Но тут тоже момент такой, опять же повторюсь, я к Мартимьянову очень хорошо отношусь и высоко его оцениваю. Другой вопрос, что там, скажем, в Красноярске он был, там у него что-то не очень получилось, да? Но в Хабаровске он хороший результат дал. В Екатеринбурге, ну, он местный, он... Ну, я скажу так, я был бы очень рад, если бы у него получилось, потому что я к нему очень хорошо отношусь. И он может, почему нет? Конечно, может. Тем более сейчас там условия есть для того, чтобы... Состав довольно звездный. Да, да. Убирается и, в принципе, перспективы неплохие. Да. Еще по поводу драфта я забыл упомянуть. Насколько я помню, вы выменивали Александра Алексеева, да? Да. Его совершенно неожиданно последним забрали в первом раунде в Вашингтон. И... Почему неожиданно? Ну, потому что... Там одна проблема, у него травма была просто. Ага. Ну, никто не ожидал, что он в первом раунде? То, что в Вашингтон... Ну, не, не, он хорошо играл. Он просто, у него травма была. И я так думаю... Я думаю, что его могли еще выше забрать. Просто у него была травма серьезная. Но, насколько я знаю, он сейчас восстановился и... Да, уже сейчас поехал на... Да, да, да. Я думаю, что его могли и выше забрать, если бы не травма. Это мы в свое время драфтовали Паникоровского в Торонто. И он как раз передрафтом ногу сломал. И там серьезный перелом такой. И я говорю, Паникоровский, они говорят, слушай, у него травма серьезная. Я говорю, а кого вы хотите вместо него? Они говорят, вот этого там, называют кого-то канадца. Я говорю, слушайте, ну вы же понимаете, что это средний игрок, и маловероятно, что... Ну, скорее всего, мы его просто потеряем, этот пик. Они говорят, ну... Я говорю, а здесь мы немножко рискнем, но если он нормально все с ногой, то это игрок НХЛ, а если нет, то... Ну, потеряли точно так же пик. И вот мы с драфтовали Паникоровского. Ну что, он 10 лет отыграл в НХЛ и очень хорошо играл. Поэтому... Да, до сих пор играет. Да, до сих пор играет. В принципе, сейчас технологии не стоят на месте. А вот наши еще пользователи спрашивают, вы бы вернулись при нынешнем владельце в Екатеринбург, если поступят внезапно оттуда предложения? Ну, сейчас это некорректно говорить, но я скажу так, что от работы в Екатеринбурге у меня просто вот самые наилучшие воспоминания остались. И город, и руководство тогда было. И я так думаю, что и сейчас руководство хорошее, потому что учитывая то, как они там относятся к клубу, сейчас вот я так понимаю, что арену современную будут строить. То есть... А о Екатеринбурге самые лучшие впечатления остались? Напоследок, все-таки, не могу не вернуться к чемпионату мира. В каком? Футбол? Можно. Или по хоккею? Все-таки, по хоккею ситуация была сложная, конечно, и с Олегом Знарком, и у Ли Воробьева. Как вы думаете, по-моему, мы об этом уже общались, насчет этого, вы в прошлый приход. Почему, все-таки, как вы думаете, столько отказов было? Понятно, что было много вопросов по здоровью игроков, ну, по крайней мере, на это они в официальной версии упирали, но все-таки они не знали, кто такой Илья Воробьев и почему? Нет, вот отказ, я себе понимаю так, я в полном порядке, я тут все, всех могу разорвать, но я с тобой не буду работать. Или там, я с этой федерацией не буду работать. Это вот отказ. Другой вопрос, когда человек не чувствует в себе, что он 100% готов. И вот условно, там, приглашают на чемпионат мира игрока, да? Вот он сидит, у меня вот колено болит, ну, вообще-то я, конечно, могу сыграть. Но я знаю, что я на 100% не сыграю, я не помогу этой команде. Ну, Радулову интервью же было, он же сказал, я ни с кем не ругался. Мне нужно было там, ну, на самом деле, если человек не чувствует в себе, что он 100% готов, мотивация, зачем занимать чье-то место? Я считаю, что это какая-то проблема вообще надуманная. Там отказы, какие отказы? У всех были какие-то причины. То есть это не то, что было в 90-х, 2000-х? Ну, там, условно, тогда были там, что вот, там, федерация так относится к игрокам, там, вот у нас в НХЛ, а вот здесь такого же нет. Просто у людей, у каждого из них были какие-то причины. И я их прекрасно понимаю, потому что, ну, взять там какого-нибудь игрока условного там, да, его приглашают, у него какой-то есть статус, там, уровень там определенный. Он понимает, что он сейчас не готов и что он свой уровень подтвердить там, на чемпионате мира не сможет. Он помочь этой команде не сможет на 100%, от него же ждут чего-то, он это не может выдать. Более, большинство парней ответственные за страну, мне кажется, так, она выше, довольно высокая. Конечно, у всех, я считаю, что у всех. Я вообще не знаю таких хоккеистов, которые бы там сказали, я не буду в этой сборной играть, там, у этого тренера. Они же, в конце концов, не за тренера играют, они же за флаг играют, за страну. И я считаю, что это просто надуманная проблема, ее нет. Хорошо, и предлагаю закончить на футболе. Как сборная России, в каком раунде закончит выступление на этом турнире? Я вообще никогда не угадываю эти прогнозы, даже в хоккей. Вот, но я скажу так, мы с Испанией же играем? Да. Я сейчас ехал, одну радиостанцию слушал, этот диктор говорит, вот наши вышли на Испанию, я так думаю, ну, ладно. Проходит две минуты, говорит, как они будут играть против Рональда, посмотрим. Потом проходит, говорит, наши вышли на Испанию. Я так еду, думаю, на кого они там вышли, это на Рональда, на Испанию. Я думаю так, я скажу, вот в этой игре с Испанией шансы у нас есть, немного, но есть. Поэтому будем болеть за наших ребят и всячески желать им удачи. Ну, на самом деле, в продолжение, проанализировали наши коллеги сетку, и получается все там довольно, то есть там нету ни Франции, ни Бразилии с Германией. То есть звезды правильно встали? Да, абсолютно. То есть надо Испанию грохнуть, а дальше разберемся? А дальше все, все. Ну, будем так и думать. Прекрасно. Хорошо. Вот, еще хотел дополнить, что наш коллега Игорь Еронко сегодня пообщался с Александром Овечкиным, они даже испили из одной чаши. Кубок Стэнли пока он не привез, вот, но, тем не менее, тем не менее, в ближайшее время видеоинтервью появится на нашем сайте, и вы его увидите в прямом эфире. Вообще рада за Овечкина? Конечно. Ну, мне кажется, вся страна рада за него, и я думаю, что вот если он еще Олимпийские игры выиграет, тогда вообще он просто... Побьет рекорд Грец Галам. Галам? Ну, там, мне кажется, очень тяжело. Не, это выдающийся игрок, это даже, вот, когда задают такие вопросы, это даже вот, они такие риторические. Это понятно, что все счастливы, что он добился такого результата. Леонид Владимирович, спасибо большое, что нашли время. Спасибо, что пригласили. И начали наш день на чемпионате мира, который, во время которого сегодня еще четыре матча пройдут, замечательные. Спасибо нашим зрителям, что были с нами. В гостях у нас был известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд, очень надеемся, что еще вновь нас посетите. Леонид Владимирович.